Как связать идеально ровный подгиб? Во многих изделиях я люблю использовать подгиб в конце изделия, в конце корпуса тела, или на рукавах, или в горловину так обработать. Такой подгиб получается эластичный, идеально ровный, нет косины. И сейчас по полочкам разберем, как такое связать. Перед тем, как показать, как его пришивать правильно, чтобы 100% у вас получилось с первого раза, я хочу рассказать, как я меняю номер спиц. Я вязала основное полотно спицами номер 5. Далее я запланировала, сколько сантиметров или рядов я хочу сделать подгиб. Например, это у меня 3 ряда. Вот я связала свитер на необходимую длину. Например, связала 100 рядов. И это полотно я вязала спицами номер 5. Далее я планирую наперед, сколько сантиметров я хочу, чтобы у меня был подгиб. Например, как здесь 1 сантиметр. Это 3 рядочка всего лишь нужно провязать. Чтобы связать эти 3 рядочка, необходимо поменять спицы на 4 и 5 миллиметра. Провязать 3 ряда. 1, 2, 3 ряда лицевыми петлями. 1 ряд вяжем изнаночными петлями. И в этом ряду нужно правильно провязать последнюю петлю, чтобы линия этого изнаночного ряда была идеально ровной. Посмотрите это видео по подсказке и вы увидите, как это сделать. Изнаночный ряд нам необходим для того, чтобы полотно подвернуть и оно обратно не отворачивалось. И получается вот эта бороздка изнаночных петель, вот она край изделия получается. И после изнаночного ряда нам необходимо провязать несколько рядов, которые мы подвернем на изнаночную сторону, потом пришьем. Сколько же рядов нужно вязать? Я очень много уже вязала этих подгибов. Когда я только училась вязать, то мне как-то никто не объяснял, как это все расписать. Вот эти ряды, сколько будет на лицевой стороне, сколько для подгиба, для подворота связать. Просто обычно люди вяжут какое-то количество рядов, подгибают и пришивают. Все, не объясняя, к какому ряду пришить. Вот эти все нюансы мне никто не объяснял. Я к этому сама пришла и хочу с вами поделиться. Во-первых, пришивание, само пришивание, давайте так скажу по-простому, это уже один ряд. Потому что мы когда пришиваем, то формируем петли, мы их не вяжем, а создаем эти петли иголкой. Поэтому пришивание можно считать как один ряд. И чтобы у нас всегда получался красивый подгиб, нужно это учитывать. Для этого мы смотрим. Мы провязали раз, два, три ряда четыре с половиной спицами. Далее ряд изнаночный, который как бы отделяет граница. И далее вяжем два ряда лицевыми. Не три, как здесь, а два. Потому что третий ряд мы сделаем иглой. Поэтому лучше, по моим наблюдениям, делать вот так. Далее я поставлю здесь вот такую палочку. Это будет тоже считаться лицевой ряд, просто игла, как будто бы иголка. И здесь у нас три ряда. И здесь у нас три ряда. А вот это изнаночная бороздка, изнаночный ряд. Это как граница. Вот что нужно связать до того, как пришить. Решите, какой высоты у вас будет вот этот подгиб. Три ряда, четыре, пять рядов. Какое вам нравится, такое вяжите. Далее всегда помните, что изнаночный ряд, это как граница. И после него нужно связать на один ряд меньше, чем вы вот тут вязали. То есть, если вы решите связать четыре, дальше изнаночный ряд, и здесь вяжете три. Если решите связать семь, изнаночный, здесь вяжете шесть. И всегда меняйте номер спиц на полразмера меньше. Это минимум или на размер меньше. Вы должны попробовать связать образец и посмотреть, какой номер лучше вам взять на полмиллиметра или на миллиметр меньше. У вас должно полотно лицевой глади быть такое же по ширине, как и подгиб, который вы свяжете спицами на размер меньше или на 0,5. Если не поменять спицы, то есть, если подгиб вязать спицами номер 5, продолжать, то у вас получится вот что. Полотно основное, а далее подгиб, который вот так расширится в стороны и будет некрасиво. Вяжите вот так. Нужно добиться того, чтобы ширина полотна основного была такая же по ширине, как и подгиб. Поэтому меняют номер спиц, потому что при носке оно растягивается. Это же не резинка, лицевая гладь все-таки. Более опытные мастера, я думаю, это все знают, но это видео очень хорошо поможет новичкам, которые вот только учатся это все делать. Всегда, я всегда, когда вяжу первый ряд из вот этих трех, вынесу сюда эти три ряда. Один, два, три, два. И здесь игла. Буква И. Когда я вяжу первый ряд, то всегда прокладываю контрастную нитку. Любую пряжу, какую-то скользкую, которую легко потом достать. Вот в этом ряду. Вот здесь я проложу эту ниточку. Обязательно, чтобы мне было видно, куда пришивать потом мой подгиб на изнаночной стороне. Если этого не сделать, то есть вероятность, особенно если вы начинаете только учиться вязать, что вы не туда введете иглу и пришьете не туда, куда нужно. А когда есть вот эта контрастная нитка, вам всегда видна линия четкая, ровная. И вы видите, и никогда не собьетесь, не будете ничего переделывать. Вот эта ниточка у меня лежит на красном, белая нить. Смотрите, вот эти три ряда на первом ряду, вот эта лицевая петля этого первого ряда. Этот ряд провязан списами 4-5, уже не 5, а 4-5. В этом ряду я проложила вот эту контрастную нитку. Она, видите, лежит горизонтально на этой первой петельке. Дальше второй ряд. Дальше третий ряд. Дальше изнаночный ряд бороздки. Основание бороздка. И далее вот еще раз. И на спице 2. 2 ряда провязала лицевыми петлями. Когда мы вяжем вот этот ряд, первый, в котором прокладываем контрастную нитку, просто берем нить контрастного цвета. Первую петлю вяжу красным цветом. Первую петлю ряда. Далее перекидываю контрастную нитку наперед. Вяжу вторую петлю. Перекидываю назад. Третью петлю вяжу. Снова наперед. Петля. Петля. Наперед. Петля. Обратно прикидываю. Петля. И вот так вот я вяжу весь ряд до конца. И получается, что напротив одной петли есть белая ниточка. Напротив следующей нет. И вот так, видите, весь ряд у меня. Вот так с лицевой стороны контрастная нитка лежит. На каждой петле, видите. И с изнанки так же само. Вы видите, что в этом первом ряду, который вы вязали, вот эта бороздка красная. Возле нее душка, которая прямо на ней лежит. Пропущенная. Вот красная, без контрастной нитки. Далее снова вот. Это вот этот ряд. И пришивать по моим наблюдениям, уже сколько я пришила этих подгибов, чтобы получить хороший результат, чтобы подгиб не был натянут или бугорком вот так вот здесь не стоял. То есть вы пришиваете, например, не туда, не к тому ряду пришили. И здесь у меня сейчас бугорка, этого же нету. В общем, получится он выпуклый у вас с изнаночной стороны. Такой выпуклый. Выпуклый такой подгиб получается. Это неверно. Он должен быть ровный. Видите, сейчас он у меня ровный. А здесь вот такой выпуклый, если вставляю сюда спицу внутренний, такой как толстенький, да, с этой стороны. Это значит, вы не туда пришили, не к тому ряду. Или наоборот, если вы сильно его натянете, пришьете опять же не к тому ряду, где нужно, вы сильно натянете эти три ряда вверх сюда. И вы их растянете. И тем самым вы стянете так подгиб, и он после стирки вообще может форму потерять правильную. И чтобы он был ровный, без вот этого бугорка и не натянут вверх за уши, так сказать. Вот если я возьму, и вот не здесь, если бы я пришила, а еще выше вот я растяну вверх, натяну его вот туда. Где-то пришью здесь ишь. И он будет так натянута вот здесь, вот это полотно. Видите, петли будут растянуты. Поэтому, друзья, лучше всего, смотрите, как у меня всегда получается ровно, пришивать лучше всего. Мы смотрим, куда вот так, смотрите, беленькие протяжки. Вот он, этот ряд. Вот петля, вот петля, вот петля. Спасибо Богу за зрение, я еще их хорошо вижу. Но пришивать я буду не к этому ряду, а на ряд выше. Вот он. Вот он и вот. Видите, вот эти же дужечки лежат. Вот они лежат. Вот этот ряд его видно. И вы себе знаете, что здесь у вас лежит контрастная нитка, а пришиваете вы вот к этому рядочку. И если пришивать вот так, не к этому ряду первому, а на ряд выше, то будет тогда ровный. Вот как сейчас. Видите, без складочки здесь, без бугорка. И сверху, и снизу он одинаково. И подгиб в таком случае будет не утолщен. Он по объему, он, конечно же, чувствуется пальцами, что толще, чем основное полотно в два раза. Но когда у вас будет здесь складка, бугорок, то он еще будет казаться толще. А этот ровный, хороший, видите. Итак, смотрите, теперь еще один самый важный нюанс, чтобы у вас не косилось. У меня много раз было так, когда я училась его пришивать, вот эта изнаночная сторона ложилась. То есть вот эти петли у меня не вот так вертикально стояли, а вот эта линия, столбики с лицевых петель, он был вот так. И, соответственно, все столбики вот так. То есть смотришь на этот подгиб, а он вот сверху он ровно, а с обратной стороны вот в эту сторону. Я пришиваю справа налево, и, соответственно, у меня все обычно вот так по началу, когда я училась. Потом я начала наблюдать, как ложатся петли, как они прикрепляются, каким дужечком, как, что я затягиваю. И я поняла одну вещь, что лучше всего, когда вы начинаете пришивать первую петлю, самое главное пришить правильно первую петлю, самую первую. Я уже пришиваю, но вы представьте, будто бы вот у меня начало ряда, вот у меня ряд только я довязала, и сейчас надо на мне начинать пришивать. Вот так у вас будет выходить нитка из последней петли в конце ряда. И вот перед вами петля первая, первая петля ряда. Как же ее приложить так, чтобы с первого раза у вас всегда вот пошло как по маслу? Вы смотрите, обычно как советовали мне всегда. Вот посмотри на петлю, проведи вниз, проводим вниз. Вот вкалываешь, где она выходит, туда и вставляешь. Вот так вот запомнили это место визуально. И так же же и я делала всегда. Вот это место. И вот сюда, значит, надо пришивать. Вот сюда, видите? Раз, два. Вот провисающие эти дужки. Раз, два. Вот я их натягиваю. Три. Или волны, если вот так провести, увидите. Раз, два, три, четыре, пять. Я всегда раньше к ним пришивала, и в принципе оно ровно. Но ровнее получается, если пришивать не к этим провисающим, вот этим дужечкам, а к вот этим. Вот она, раз. Вот она, два. К тем, что между ними, в общем, видите? То есть первым делом мы сначала смотрим, где наша лицевая петля. Вот она лицевая. Спускаемся вниз, ищем, куда нам нужно вводить иглу. Сюда, например, вы пришиваете. Или ниже. Главное, чтобы эта петля, вот она. Спускаемся вниз. И смотрим на изнаночной стороне. Натягиваю вот я вниз. И вижу вот эта дужка. Вот она провисающая. Видите? Вот такая. А ввести иглу надо вот в эту штучку. Вот в эту перемычку. То есть на 2 мм правее. Вот справа перемычка, слева перемычка. А между ними провисающая. Вниз она так провисает. Видите, да? Вот, еще раз показываю. Справа, слева. А между ними провисает. Так вот, пришивать лучше сюда, вот в эту. Внизу, вставляя иголку вот так вот снизу вверх. Потом выводим сверху вниз. Поняли, да? То есть мы берем петлю. Кладем ее между. Вот так. Между этих двух перемычек. Раз и два. На практике получается так. Я вставляю иголку. Затягиваю нитку. Далее я вставляю вот так иглу. Напротив этой петли, как я вам показывала. С лицевой стороны я вывожу на изнаночную эту иглу. И смотрим, что справа от иголки есть перемычка. И слева. Запоминаем визуально это место. Достаем обратно иголку. И быстренько ввели сюда, вот так, снизу вверх. Иголку протягиваем нитку. Петлю мы сняли со спицы и затянули. Дальше мы иголку сверху вниз вставляем вот в эту петлю. Вот в эту дужечку. Видите? Здесь протянули, здесь вставили. И между ними вот она такая провисающая дужка. Протянули нитку до упора. Здесь не нужно сильно затягивать, потому что нам нужно сформировать здесь петли. Лицевой ряд. Дальше вставляю снова в ту петлю, которую уже снимали. Вот так. Иглу спереди захожу. Вот так заводим иголку. Правая стенка петли справа, левая слева. Ввели. Далее снимаем следующую петлю снизу. Вот так снизу я завожу и снимаю ее. Видите? В эту петлю я сверху вставила, а с этой работаем по-другому снизу. Протягиваем. Затягиваем нить. Смотрите. Получилось две дужки. Правая и левая. Мы затягиваем не сильно. Вот так. И получаем лицевую петлю. Вот она лежит. Такая же, как и внизу лежит. И ниже лежит тоже лицевая. Видите? Лицевые петли мы сформировали. Вот это мы затягиваем так в этом месте, чтобы высота этих дужек была такая же, как и здесь. Мы формируем лицевой ряд. Затянули. Дальше мы вводим вот в эту дужку, в которую мы уже вводили иглу. Вот так мы вводили. Сейчас мы в нее же вводим, только снизу вверх. Притянули. Затянули чуть-чуть. И вот смотрим рядом. Сверху вниз. Раз, два. Раз, два. А между ними вот дужечка. Вот сюда я ввожу сверху вниз. Затягиваю не сильно. Снова я вставляю сверху вниз петлю, что уже мы снимали. Вот она висит. Которая была только что на спице. Вот она. Вот так вставляю. И следующую со спицы снимаю. И снова затягиваю. Не сильно затягиваем, потому что нам нужно сформировать ряд лицевой. И видите, таким образом у нас получается ровное полотно. Если я начну сейчас пришивать к вот этим волнам, так сказать, вот она, провисающие дужки, я их называю, да? Вот она провисающая, вот она, и так далее. Давайте, как будто бы сначала мы пришиваем. Я пришиваю сюда. Раз. Два. Кажется, что, ну, все ровно тоже. Особенно, если вы будете пришивать так пушистые нитки, то вы не заметите, что оно чуть-чуть-то и косит. Вот я пришила раз. Снова сюда. Обратно. И сюда. Затягиваю. И еще раз давайте. Раз. Два. И сюда. Так, затянули. Ну, видно же, да, что на 2 мм, на 1 мм, на ног чуть-чуть. Ну, как же, я надеюсь, вам видно это. Раз мои глаза это видят, ваши должны тоже. Смотрите. Вот первые петли мы пришивали. Смотрите. Раз. Это и здесь все, видите, вертикальные. Раз. Два. А это следующее, видите, уже не вертикально, а чуть-чуть вот идет наклон. Раз. 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 Видно же, да, вам? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я надеюсь, вам видно. Здесь оно вот так. А здесь чуть-чуть идет наклон. Косина. Вот это я называю косина. Вот чтобы этого не было, пришивайте всегда. Вот так вкалывайте. И смотрите. Вы вкололи туда, вот где провисает эта дужка. Вот они. Лучше пришивать не к провисающим вот этим, а рядом справа. Вот. И вот. То есть кладем петлю, уберем петлю, берем ее, давайте прям возьмем ее, и кладем ее между. Вот так. Раз. Вот справа, слева, и петлю как бы положили между ними. Вот так ее надо пришить. Тогда она будет ровно лежать, и у вас не будет никакой, никогда, косины. Я раньше вот так иногда пришивала. Чуть-чуть оно буквально на 2 мм, видите, в сторону косится с изнанки. Особенно на детских изделиях я как-то не заморачивалась, просто пришивала вот так. Но меня не устраивалось, что вот этот на 2 мм левее, оно чуть-чуть идет под наклоном. Сейчас у меня вот уже с опытом пришло то, что лучше вот так пришивать. Такой подгиб эластичный, красивый, ровно все лежит, что на... Вот возьмем петлю, петля, смотрите, вот она также лежит и на изнаночной стороне. Видите, она что с этой стороны, что с этой, она друг напротив друга. А с этой стороны, если так сделать, взять петлю, то здесь она идет под наклоном на изнанке. Отличия есть. И я очень хотела с вами поделиться вот этим моим способом, к которому я сама пришла через свои наблюдения. И мне очень хотелось поделиться с вами этим. Чтобы и вы тоже так сразу пришивали, чтобы у вас все получалось с первого раза. Красиво было у вас все, аккуратно. И вы ничего не распускали. Это очень занимает много времени. И я хочу, чтобы вы сохраняли свое время. И в вязании все у вас получалось с первого раза. Поделитесь этим видео обязательно с тем, кто, возможно, только учится вязать. Кто делает свой первый в жизни подгиб. Посмотрите еще мое предыдущее видео про подгиб. Я показывала там тоже. Посмотрев и понаблюдав за собой, вы сами попрактикуйтесь и увидите, в каком случае у вас получается идеально ровный подгиб. У меня получается вот именно, когда я делаю вот так. Таким же образом вы можете пришивать и резинку 1х1 или 2х2. Подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. Под видео внизу дам ссылку на мой телеграм-канал. И если вы хотите стать спонсором моего канала, то можете нажать на кнопочку спонсировать. И деньги, которые вы можете спонсировать на мой канал, я потрачу на пряжу, из которой я буду вязать и создавать новые видео, новые мастер-классы. Желаю вам всем мирного неба и любви!